Грузовики семейства Як-7. Последние предвоенные. Во второй половине 30-х годов ведущие советские автомобили и строительные предприятия начали модернизацию своих производственных мощностей. С учетом будущих технологических возможностей создавались новые проекты перспективных автомобилей. Вместе с другими предприятиями к модернизации готовился и Ярославский автомобильный завод. Построив новые цеха ЯС в современной станке, он должен был приступить к строительству нескольких новых машин в первую очередь, 5-тонного грузовика Як-7. Необходимо напомнить, что все существующие серийные грузовики разработки ЯС имели массу общих черт. Их конструкция восходила к проекту Я-3, основывавшемуся на зарубежных идеях середины 10-х годов века. Как результат, такие машины не отличались совершенством и не отвечали актуальным требованиям инженерного характера. В связи с этим в конце 30-х КБ ЯС занялось разработкой принципиально новой машины, пригодной для полноценной эксплуатации в обозримом будущем. Новая концепция. Работы по новому проекту грузовика стартовали в самом начале 1938 года. Развивая достигнутые успехи, конструкторы ЯС стали прорабатывать машину с полезной нагрузкой на уровне 7Т. Однако сразу стало ясно, что проект вновь столкнется с проблемой подбора двигателя. Для получения желаемых тяговых и ходовых характеристик требовался двигатель мощностью 110-120 ЛС, но такие изделия в нашей стране на тот момент отсутствовали. Грузовик Як-7. Рисунок. С начала 30-х годов велась разработка семейства перспективных дизелей под общим названием «Педжу». К 1938 году силами на Ти был разработан новый образец этой линейки двигателя МД-23 мощностью не менее 110 ЛС, и его предложили использовать на новом ярославском грузовике. Однако такой мотор все еще нуждался в доводке и не был готов к серийному производству. Запустить сборку грузовиков с МД-23 можно было только в 1939 году. Не желая терять время, КБ ЕАС приняло принципиальное решение о создании универсального проекта грузового автомобиля. Предлагалось создать шасси-платформу, пригодную для установки МД-23 и способную перевозить 7Т-груза. В ожидании готового дизеля следовало разработать переходный вариант такой машины с менее мощным бензиновым двигателем и 5Т-грузоподъемности. Таким образом, ярославский автозавод мог освоить выпуск новой пятитонки, а затем перейти на выпуск 7-тонного грузовика. Грузовик с бензиновым двигателем и уменьшенной грузоподъемностью обозначили как Як-7. Вторую машину с дизелем МД-23 назвали Як-8. Подобные индексы могут вызывать определенные вопросы. Дело в том, что цифра в названии ярославского грузовика обычно указывала его полезную нагрузку в тоннах. Учитывая будущую модернизацию производственных мощностей, инженеры внедрили в новый проект ряд новых решений. Однако на момент строительства опытного грузовика нужные технологии отсутствовали. Из-за этого ЯС был вынужден обратиться за помощью к другим автозаводам. Опытный Як-7 Фото В трансмиссии Як-7 предусматривался демультипликатор для компенсации недостатка мощности двигателя ЗИС-16. Унифицированный грузовик Як-8 с дизелем больше мощности не нуждался в таком устройстве, но мог сохранить прочие агрегаты трансмиссии. Главная передача заднего моста строилась на новых компонентах, но ее общие параметры не изменились. Так, цилиндрические прямозубые шестерни заменили шевронными, а конические прямозубые уступили место коническим со спиральным зубом. Передаточные числа определялись с учетом характеристик будущего Як-8. Ходовая часть получила переднюю управляемую ось с одинарными колесами и ведущий задний мост с двускатными. Подвеска строилась на продольных листовых рессорах, но теперь они крепились к раме и осям при помощи резиновых опор. Была заново спроектирована пневматическая тормозная система с вакуумным усилителем. На передней оси использовался усовершенствованный серийный рулевой механизм, однако крупное рулевое колесо пришлось сохранить. Большой интерес представлял экстерьер опытного Як-7. Машины новых моделей должны были получить цельнометаллическую кабину с модным внешним видом. Однако с ней возникли проблемы. ЕАС не мог изготовить такое изделие и не имел возможности заказать его на стороне. Поэтому при строительстве опытной машины использовали готовую кабину от грузовика GMCT серии 1936 года. С кабины удалили старые опознавательные знаки и поставили собственные. В дальнейшем не исключалась возможность заимствования кабины у одного из серийных отечественных грузовиков. Новейший грузовик в праздничной колонне. Фото. Полная длина грузовика Як-7 составляла 6,7 метра, ширина 2,5 метра, высота 2,32 метра. База и колея соответствовали предыдущей технике ЕАС. Снаряженная масса 5,3 Т, грузоподъемность 5 Т. Расчетная скорость на шоссе достигала 50-52 км в час. Перспективный автомобиль Як-8 с дизельным двигателем МД-23 должен был иметь схожие габариты и массу, но отличаться повышенной грузоподъемностью 7 Т. Прототипы разработки. Разработка новых автомобилей заняла несколько месяцев, из-за чего строительство двух опытных шасси удалось начать только в 1939 году. Сборку двух прототипов завершили в начале ноября, и сразу после этого они отправились в Москву. Двум образцам предстояло стать экспонатами выставки, посвященной 15-летию советского автомобилестроения. После завершения выставки машины отправили в НАТИ. Испытания одновременно проходили две машины разных типов. Прежде всего, на них вывели сам Як-7 в конфигурации бортового грузовика. Второй прототип отличался незначительно уменьшенной базой и являлся самосвалом. Этот вариант автомобиля получил собственное название ЯС-4. ЯС-4 отличался усиленной рамой со шарнирами под подъемный кузов. За подъем кузова отвечала гидравлическая система, насос с которой приводился в действие от карданного вала. Машина комплектовалась цельнометаллическим сварным кузовом прямоугольной формы. Сыпучий груз сбрасывался через открывающийся качающийся задний борт. Как и в случае с предыдущими самосвалами, установка новой аппаратуры привела к уйтожилению машины и сокращению грузоподъемности до 4500 килограммов. Опытный образец самосвала ЯС-4. Фото пять колесу. Однако дизельный Як-8 уже не имел никаких перспектив. Дизель семейства Каджи планировалось выпускать на Уфимском моторостроительном заводе, но к этому времени предприятия передали авиационной промышленности. Новую площадку для выпуска дизельных двигателей искать не стали. Таким образом, Як-8 остался без реальных перспектив и после испытаний должен был отправиться на разборку. В дальнейшем на базе Як-8 предполагалось разработать самосвал ЯС-5, но этот проект так и остался на бумаге. Модернизация производственных мощностей затянулась и к началу Великой Отечественной войны была выполнена лишь частично. Впрочем, Красная Армия и народное хозяйство пока не рисковали остаться без тяжелых грузовиков. Сборка машин Як-6 в базовой и доработанных модификациях продолжалась до 1942 года, когда ИАС остался без двигателей марки ЗИЦ. Выпуская грузовики Як-6, Ярославский автомобильный завод не прекращал проектирование техники. В 1941-1942 годах новые образцы создавались на базе платформы Як-7. В частности, прорабатывалась возможность оснащения этой машины американскими двигателями. Закупка моторов за рубежом в теории также позволяла поставить в серии обновленный вариант дизельного Як-8. Более того, ИАС даже успел получить некоторое количество двигателей GMC-471 и опробовать их на серийных грузовиках. Однако все эти работы уже не имели смысла. На рубеже 1942 и 1943 годов было принято решение о перепрофилировании Ярославского автозавода. Теперь ему предстояло собирать не грузовики, но гусеничные артиллерийские тягачи разработки НАТИ. В 1943 году с конвейера сошла первая партия тягачей типа Я-11. В дальнейшем они неоднократно модернизировались и строились большой серией. ИАС вернулся к тематике грузовых автомобилей уже после войны. В 1946-47 годах появились совершенно новые образцы техники, разработанные без оширокого применения существующих идей и решений, предложенных в предыдущих проектах. Фактически в истории завода началась новая эпоха. Ярославский автомобильный завод разрабатывал и строил грузовые автомобили разных моделей с середины 20-х годов. Почти все такие проекты создавались путем глубокой модернизации старых, и только в конце 30-х годов предприятие смогло создать совершенно новую платформу. К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что эти автомобили не дошли до серийного производства. Создание и запуск производства принципиально новой линейки сместились на несколько лет.